В этом году действительно в целом по всему Казахстану складываются достаточно благоприятные условия за счет зимних осадков и особенно, конечно, в северных и центральных и восточных областях. Но вместе с тем нужно сказать о том, что для того, чтобы вести устойчивое сельское хозяйство, у нас должна быть оптимальная структура посевных площадей. И в этой связи, в зависимости от разных почерных зон, пшеница может быть в пределах 45 до 65%. При этом 65% это в тех зонах, где гарантируется почти каждый год производство сильной пшеницы. В этой связи доля масличных культур должна составить от 8 до 20% и в пашне многолетних трав от 10 до 20%. Это как раз один из главных факторов, кстати, нужно сказать, рационального использования земли. Условия текущего года и те условия, которые складываются, они говорят о том, что как раз есть возможность расширить пассивные площади масличных культур. И особенно в северных регионах Казахстана, где сложилась монокультура, хотя последний город масличной культуры увеличивается, это и рапс, это и лен. Это, кстати, нужно сказать о том, что это экспортная составляющая сельского хозяйства. Наряду с этим надо увеличивать зернобобовые культуры и зернофражные культуры, которые по стоимости на сегодняшний день на уровне складываются пшеницы. Что касается пшеницы, в целом те условия, которые есть, и опыт 9-го года, 11-го года, благоприятные годы, мы не всегда, особенно в северной части, получаем зерно высокого качества. Здесь вот в северной части, вот с северного Казахстана, части Кустанайской области, кстати, нужно откорректировать и идти на сокращение пассивных площадей, где производится зерно не всегда высокого качества. И идти на увеличение масличных, кормовых и зернофражных, и зернобобовых культур. Следующее, на что хотелось бы обратить внимание, прошлый год он был остро засушливым, соответственно, и сорные растения, они, в общем-то, находились в состоянии покоя. Поэтому, с одной стороны, эти благоприятные условия, они будут вызывать и целый букет сорной растительности, и система промежуточная, и химическая обработка до посева является главным фактором. От этого зависит 20% урожая. При этом нужно сказать о том, что и контроль сорной растительности нужно вести в течение всей вегетации, это тоже в пределах 15-20%, для того, чтобы действительно те хорошие условия влагозарядку, которые мы будем иметь, эффективно использовать. В части масличных, зернобобовых культур в любом хозяйстве, в любом регионе, наверное, все средства нужно направить так, чтобы полностью выполнить весь технологический объем для того, чтобы получить больший доход. Что касается в целом состояния по болезням, надо сказать о том, что, конечно, в целом по Казахстану болезни достаточно редки, но, тем не менее, бывает эффективное развитие болезни, в частности, вот сжавчины, раз 5-8 лет. И последние проявления сильные, когда до 30% снижение урожайности, это было в 2005 году, поэтому нужно быть готовым к этому, и это нужно начинать с подготовки семян, с его протравливания, и это мероприятие должно быть обязательным. И плюс в течение вегетации вести подкормки, в части стимулировать и сохранять вот эту листостебельную массу. Ну и уже в крайнем случае использовать фунгициды, и в первую очередь, вот процент увеличивается заболевание в большей степени там, где больше выпадает атмосферных осадков. Что касается самой технологических приемов, то следует сказать о том, что как раз более высокие влагозапасы ожидаемые, они говорят о том, что все-таки период вегетации немного будет длиннее обычных сроков, и, скорее всего, будет правильным на 2-3 дня раньше начинать посев, и особенно в тех регионах, где не всегда бывает зерно высокого качества. И в этом случае, с одной стороны, если будут какие-то дождливые погоды весной, нам будет возможность в оптимальные сроки провести все эти технологические операции. Что касается, в общем-то, вопросов нормы высевой и так далее, придерживаться средних норм, несмотря на высокие влагозапасы, надо сказать о том, что прошлый год остро засушлив был, и чаще всего, в общем-то, семена, они имеют небольшую массу, поэтому это тоже нужно будет учитывать. И в целом, следует сказать о том, что вот те условия, которые складываются за счет применения всех комплексов технологий и мониторинга в течение всей вегетации, можно с успехом аккумулировать урожай, складывающий условия текущего года. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо.